Едем, короче, наши друзья приехали, поедем, посмотрим, как они живут, покажем вам, чем они занимаются, может, что-нибудь поспрашиваем, ну, если они еще не уехали. Кумовья, вообще, и крестник мой, чемпион, по-моему, он так рост, так сказать. То есть миграция чемпион Украины, по-моему, ну, да, он может сам расскажет, если они, я же говорю, если мы сейчас их застанем, и они не уехали. Посмотрим, сейчас, как спортсмены живут, мотогоны. Здрасте. 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 А у вас поснимать можно, кину? Нет. Нет? Вот так, бродячие. Мы бродячие отписки. А вы спрашивали на решение? А, нельзя? Можно. Вы находите, что с ним не есть. А покажите, что вы журналисты, документы. Можно вас субботографировать? Знаете, как мне надо? Приветик. Буцефал. Его зовут, да? Буцик, Буцик. Какой хороший Буцик. Прикрыть надо, да? Нет, ну не хуй. Да, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. А, вроде, уже не поверно. Так, спокойно. Буцик, а вот сколько дают денег? За сколько там просмотров? Тридцать центов, тысяча просмотров? Нет, это у нас. В России семьдесят, в Германии вообще два тысяча просмотров. Тридцать центов, это десять гривен. Тридцать центов, тысяча просмотров? Самое большее дают в Германии два чем-то доллара за тысячу просмотров. Если тебя будут в Германии смотреть, да, вот допустим. Лучше, конечно, делать свои видео, как бы рассчитанным на международную, как сказать, публику. Это, вот, с Ваньком говорим, две тысячи гривен. Это сколько надо просмотров? Где-то четыреста тысяч просмотров. Тридцать центов? Ну, меньше, триста. Тридцать центов, чуть меньше, чем... Это наше, если тебя будут в Украине смотреть. Это тоже зависит от того, если реклама очень много. Сем, ты решил, что это не выходит для игры, да? Две тысячи на другом гораздо легче поднять. Сто процентов, даже... Это просто как копии. Ну, нравится Валерий снимать, да, кто не снимает? Нет, так это очень интересно. Человеку нравится снимать. Это вообще, это просто мечта жизни. Если человек... Я застесался. Если человеку нравится его работа, это просто счастье. Это вот мое. Скажи, что это за мотоцикл? Мотоцикл UCF 150 кубов. Это для кого? Для детей, для взрослых? Нет, это питбайк. Питбайк это такая распространенность мотоциклов, как бы, предназначенная для кроссовых трасс, для мотокросса, для взрослых людей, но которые, как бы, по каким-то причинам не гоняют на обычных кроссовых мотоциклах. Вот, допустим, на таком более легко. Конечно, с маленьким легче справляться. Это французский мотоцикл UCF, пилот. Ну, в смысле, по каким-то причинам? Ну, да он как бы он профессиональный или любительский? Есть, есть. И профессиональные соревнования по питбайку. А, даже так? Даже так, да. Я просто сейчас спрошу, вот я такой мотоцикл вообще никогда не видел. Ну, может, видел, поэтому мне вот интересно. Он маленький, как бы, для взрослых. Ну, а вот тебе для чего такое? Мне, у меня есть, как бы, полноценные кроссы. Ну, а этот? Мне он прикольный, как просто баловство. То есть, мне с ним легко справляться. Просто пытаюсь, да? Да, на заднем, там, и так далее. В школу я что-то не дал. И так далее. Покажи, что, нафиг, что-нибудь интересное, что-то ему. Да. Да. Вот это вот мой крестник такой большой вырос. Давно не видела тех, как мой гонщик. Ну, мне на это страшно смотреть, если честно. Не знаю, как родители его на это смотрят. Меня аж съежился. Серьезно, конечно. Крут. Ну, и небольшое... Аж страшно. Небольшое примечание. Это все необходимо делать в полной экипировке, при наличии шлема, под наколенников и так далее. Так, как ты, ни в коем случае нельзя делать. Я ни в коем случае нельзя делать, если вы непрофессиональные в общем-то все. Всем понятно? Не повторять, в общем. Не повторять. А ты нам, может, покажешь, что там нужно сзади колеса. Да, да. Или где? Можно трамплин. Пошли. Куда уехать? Ну как, видно было? Нормально? Понравится? Смотрите, все нравится. Это он еще с травмой. Представляете, что он делает? Не травмированный. Пойдем? Вон там, если хочешь, есть еще интересная волна. Давай, пошли. Покажешь. Я в шоке, короче, ребята. Тут соревнования проходят какие-то, да? Просто люди, которые сюда приезжают отдыхать, они же могут прийти, посмотреть. Да, конечно, могут. Блин, я даже не помню, не помню, когда. В конце... Потому что это, как бы, я думаю, что это интересно. Потому что я тоже, я раньше был на таких соревнованиях, я был в шоке, но никогда не думал, что я так близко буду. Это лично для меня. Это далеко от настоящих лунах, какие тут проводятся на настоящих подразделениях. Да. Такие у нас сегодня съемочки получаются. Благодаря плохой погоде мы сегодня занимаемся спортом. Субтитры сделал DimaTorzok на ютубе. На ютубе? На ютубе? На ютубе. На ютубе. Это твой шлем? На ютубе. Вот так намного лучше. Это ты наукруешь в таком или нет? Да, да. Всегда стараюсь. Это что за фирма? Фирма Fox. Всегда стараюсь выбирать шлема амологированные, то есть проверенные фирмой Dota. Компания, которая проверяет шлем амологированные. Этот шлем на данный момент является самым технологичным в мире, он оснащен системой MIPS, то есть он как бы состоит из двух частей, вот желтая часть, при падении, голова остается целая, а шкарлупа, то есть самозащита шлема, не лопается, но как бы вращается, может деформироваться. А также козырек никак не прикручивается, как обычно на шлемах, а отстегивается. А можно без него, да, если вдруг он не нужен? Можно такой бы, если нету солнца, ты все равно его одеваешь? Нет, его одевается, да, он не от солнца, это чаще всего большой поток грязи и так далее. А что с козыреком? Идет прямо, все хорошо. Показываю. Показываю, как отстегивается. Все, козырек, а ну, на петбайк, и на курок. Хорошо, хорошо. На петбайке аккуратно. А что я велик нельзя? Убегают, как певка атлетка, будто я. Помоги. Что уйдет? Это гаври у нас, как папа рыбой. А, это на нашем геническом рыбе. Вот это? Это когда ты снимал? Нет. Нет, смотри, сейчас уйдет. А у меня есть в геническом рыбе. А ты где? Это в леденый. Смир, может покажешь, как выйдут? И расскажешь, что это за автобус такой, куда вы на нем ездите? В этом бусе мы ездим на все соревнования. Вот, как видите, тут и ночевать нужно, и все, да, конечно. Вот так вот, ребят. Это как вы, ну, кто его сделал вообще? Кто его сделал? Ну, мы с папой, все вместе. Ну, это делали сами, да, по-моему? Ну, я думал, может, это под заказ. Ну, у каждого рабочего, кто занимается водокроссом, должен быть такой автобус, так как не всегда удобно. У меня во всех городах есть отели и так далее, не всегда удобно. Так ты приехал на трассу, расставился, все, у тебя свой лагерь, есть где поспать, есть где приготовить еду. Тут, кроме того, что спать, тут можно что-то приготовить, да? Конечно, конечно. А тут есть электричество, да, как бы? Электричество, конечно, 220, телефон зарядить. Да все, что вы, да. А где ты спишь? В общем, жилой дом. Я в основном на верху. Не, я не забываю, честно. Тут поубещайся, да, Даша? А потом ты выходишь от мимо этого. Прикольно. А эта машина как называется вообще? Peugeot? Это Fiat Ducato. А, Fiat это вообще? Fiat Ducato, да. И туда тоже помещается пара-мщелая? Да, грузовой, обычный Fiat переделывается. Ну, круто, как-то. Я когда увидел первый раз, я вообще офигел. Я сейчас теперь мечта такой тоже себе сделать. Вот это вам на Мотокросс, наверное, там у всех такие. Да? А там они и продают, бывает, да, свои? Ну, и продают, конечно. Зайдите на сайт любые, там, Мотокроссбум. Кстати, на этом сайте, я думаю, будет размещено оповещение, как бы, когда будет тут Мотокросс проходить. А, здесь, да? Да, да, да. В общем, вот так. Так, ты покажешь, что сзади, да? Открой, что ли? Да, сзади пойдем. У них собачка тут такая, вот еще видите. Собачка будет. Тут перевозятся автобусы, тут перевозятся мотоциклы, запчасти и такая техническая часть. Супер. Тут на данный момент моих мотоциклов нету, детские. А большой ставлазит, да, тоже? Четыре больших мотоцикла. Четыре, как у тебя, да? Да. Это какие они, ну, в смысле, там? Кубик? Туро от 125 до 450, ну, это взрослый. Ты сейчас на каком? 125. Грухтактный, 125 мотоцикл. Прикольно, да. И тут еще электричество даже, да, Игорь? Да, конечно. Офигеть, как смотришь, что тут такое. Я даже не думал, что... Продукция от Мотюль. Вот такая реклама такая у нас будет сейчас. Вот такая реклама. Это все мы рекламируем, это спонсоры, да, твои? Да. Ну, ничего, я вижу, что везде Мотюль, Мотюль. Ну, конечно. Круто, круто. Супер. А сейчас, я хочу спросить, у вас же клуб какой-то, да? Или школа? Ну, вот это, мотоциклы, ребята. Да, вот вы же, да, я вот, видишь, как-то... Которые тренируются вот у нас в школу. Да, вы приехали сюда, думаю, да, все рассказываю, непонятно, что здесь вы приехали сюда на сборы. Да, у нас сборы. Вы часто сюда приезжаете? Да, да, мы пару раз летом, то есть приезжаем на неделю. Мы сборы у нас с отцом мотошкола, называется NSR Motoschool. Тренируем детей, взрослых, профессионально езде на мотоцикле. Также обучаем просто новичков, которые хотят научиться ездить. Просто на мотоцикле? Да, просто на мотоцикле. Даже на простом, вот, простом. Даже на простом. Дорожное эндуро на любых. И они к вам можно обращаться и вы учите? Можно обращаться, да. Женщин, мужчин, без разницы. Мужчины, женщины. Детей, бабушек, дедушек. Бабушки, дедушек. В общем, ссылка будет в описании. Обращайтесь, кто может, у кого-то мечта, он не знает, да, или может, у кого-то стоит в гараже, он не умеет... Да, так что... Обращайтесь обязательно. В каких, короче, регионах это возможно? Днепропетровская область, мы к нам с области приезжают часто, тренируются ребята с Днепропетровской, Запорожской. Когда у тебя соревнования? Ты сейчас не выступаешь, да? Я сейчас не выступаю, да, получил травму, травму тазом. Это что, нам разрык или что-то? Нет, в двух местах перелом. А, там же перелом. Да. Поэтому на данный момент... Ты уже восстановил, как бы, уже залечил ее? Еще не совсем восстановился, еще не гоняю. Сколько уже ты... Уже не гоняю около... Около полутора месяцев. Я могу приезжать. Но вот по приезду домой, думаю... Будешь пробовать уже, да? Повторное МРТ сделаем. И буду пробовать обратно восстановиться. Вот так вот. Конечно. Как раз вот мы только что видели, как загружают. Ничего себе. Белье, тема... Как тренер-папа загружает много цикл. Сейчас поедем, посмотрим, как живут молодые спортсмены-чемпионы. Все, поехали, посмотрим, как они живут. Живье, это находится на... Живье. Тут живете вы? А здесь, Семен, поехал. Я же за тобой поехал. Ты даже и на AlmostPede можешь? Ну, пошли, покажешь помню, где уже живет. так это у нас все маски шлях до этого нас верандочку это такие вот номера а ты не знаешь сколько стоит такой номер по-моему 1200 по пахнет деревом да а здесь сколько у вас человек спала трое или четверо ванна и туалет и душ в туалет да и душ в туалет не прикольная комнатка, а самая прикол в том, что рядом море это чумацкий шлях, дай покажу это 300 грн человек вон там как же вытяжка, печка ну печка, вытяжка, столик да и вот море сразу вот магазинчик здесь напротив все супер, супер близко возле моря да поэтому из-за этого сразу цена другая все время ветер случился, да? ну сегодня вообще холодно, очень холодно прохладно так как я ж не знаю, что ты с ним будешь делать, я ж знаю, что у тебя горят шины и ломаются велосипеды, мотоциклы даже сломает же сейчас, да? ну не сразу, ну вот что он сейчас поедет наверное прыгать, а тебя сидушку может опустить, нет? понятно и 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 Я их просто... Вот такой парень. Офигеть. В кадиков, в кадиков. Смотри, ты участвовал в этом телешоу каком-то, как оно называлось там, на сцене? Ну там, где сидят люди какие-то, на кнопки жмут. Украина, украина мои таланты, че как там? А, да. Че спевают все, че танцуют, все шутки, да? Да, было дело. Ну и шо? Да ничего, три, да, сказали, но потом там неинтересный контракт. Там надо полгода сидеть, то есть... Участвовать, да? Ты прошел дальше, да? Да, да, да. Но ты один раз выступал там, да? Да, да, да. Это как, на отборочную? Да, да, да. У нас в Днепропетровске? Нет, в Тиев ездил. Ты в Тиев ездил, да? Да. И шо на Мотоке выезжал, ну это где-то найти, можно на интернете, может я оставлю, да? Можно найти там? Нет, нету нигде, не найти. А, ну... Ну и потом, ну а дальше неинтересно уже идти, там надо год весь сидеть. А тебе... А сколько это было тебе? К сезону выпал. Выпал. Девять, кажется. К сезону выпал. А ты же тренировался, выступал, да? Да. Да, не шо себе, я в девять тренировался. Ну это же я же для людей. У нас первый домик. Первый. Там написано, наверное. И ты, короче, дальше не пошел, да? А для чего ты туда-туда и поехал? Ну не знаю, попробовать. Типа, ну прошел и все, и понял, что я крутой, можно отдать сюда. Все. Себя, знаешь, как... Не интересно. Самоутвердился, да, и все нормально. Ну ясно. А на Аня нам сейчас велик. Можешь попробовать? Ну то у нее спроси. Я думаю, можно, что ее сломаешь. Попробуй, давай. Сейчас будем поднимать на заднее колесо. Pride Rocksteady. Слышишь, а... Что я хотел спросить, как называется вообще это? Вот это вот, ну, что это фигура или как? Что на заднее колесо? Это как-то по-другому? Или просто... Просто на заднее колесо. Не, ну как, длиннее, по-модному. О, тут вообще, блин, легко. Вот профи. Я думал, вот этот он тоже не поднимет. Железного коня. Он же из железа, он тяжелый. А чувствуется, что тяжелый? Ну давай, сделай красиво. До рекламы Прайда. О, это солидно. Это вам не это. Ух ты, ёбараши ты. Ох ты, ёбараши. Да я в шоке. Аня, если это увидит, так и ешь, что своё мотоцикл, мой великом делает. Прикол. Я думал, что для такого нужны какие-то особенные велосипеды, а можно оказывается на простом. Молюбей. Супер. Офигеть. Как вообще, вот в двух словах, можешь мне немножко дать вот такой мастер-класс? Как мне это сделать? Что нужно делать? Да, легко, смотри. Во-первых, нужны задние тормоза, хорошие. Вот на твоём, что у меня не с первого раза получалось, они провалятся и уже упираются в палец. Смотри, то есть я поднимал, я раз, перевернулся, тормознул. Ещё чуть-чуть. А и ногами, и педалями? Перевернул, тормознул, да. Рывок ты, конечно, даёшь педалями. Если на мотоцикле это ручка газа, то тут педали. Ну ты тормознул, потом опять педали, да? Да. А руки как мы держим? Ровно, криво, согнутые? Да, руки прямо. То есть это ошибка. Полностью ровно, да? Руки коленями. А ну давай, покажи. На меня поедешь так? О! Офигеть! Я в шоке. Короче, тест-драйв двух наших велосипедов провёл восьмикратный, это восьмикратный чемпион? Восьмикратный. Восьмикратный чемпион чего? Украины или ещё чего-нибудь? Украина. А где-нибудь ещё там выступал, что на международных? Ну да, выступал. В прошлом году чемпионат Европы весь проехал. Попал, то есть там как идёт? Делится Европа на четыре зоны. И с каждой зоны берётся топ-10 и сражаются в финале. Попал я в топ-10, отлично. Даже не участвовал я на одном этапе из четырёх. Мне хватило очков, чтобы попасть в десятку. А на финале там уже в нашем заезде, классе 85, разбился парень на смерть. Ух ты, кошмар. И да. Знакомые мои хорошие. И, в общем, отменили гонку. Он наш, по смысле? Или как знакомые? Ну, с какой страны? С Молдону. А, с бывшей Советского Союза. Да, да. Твоего возраста, да, парень? Да, до 14 лет недели мы дожили. Кошмар. Это вообще такой спорт у нас как бы. Тут пять минут жизни интереснее, чем у многих вся жизнь. Тут за пять минут происходит столько такого. Поэтому вот так вот. Ясно. Ну, ладно. Ждем от тебя успеха, в общем. Надеемся, что ты станешь чемпионом по взрослым и желательно мира. У вас же максимальный чемпионат мира, да? Да, мира, да. МХЖП. Можно, да? Ну, к этому ты и идешь, да? И стремишься? К этому мы и идем. Да, стараемся. Ну, в общем. Давай, удачи. Спасибо. Давай, покажи нам еще что-нибудь, чтобы на красивой ноте закончить нам. Вот оно. По профессионализму как. Ого! Не слабо, блин. Деревья только не ломают. Велосипед интересный. Такой твердый. Да. С такими тормонами. Хардовый. Не, ну он прикольный, да. Я ж он необычный. Таких лиловиков. Аня, ты видела, что он творит на твоем велосипеде? Покажи, иди сюда, быстро. Ты просто, а то потом увидишь, будешь ругаться. А, он мне его ломает? Нет, смотри. Идите кушать. Смотри, что твой велосипед мой. Говорит, Семен говорит, это классный велик. Да? Смотри, что он делает. Рокс. 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 Ха! Ты же как раз хотел такой трюк, ёпперас это. Я снимаю. Блин, то это как всегда. Я только выключил камеру. Так давай повторим. Да не надо, я уже. А что случилось? Ты же так и хотел. У вас колесо не закручено было. Охренеть. Прикинь, ты свой крутил-крутил, но на своем так и не сделал, да? Да он тоже. По закону подлости. Я говорю, вчера он пытался это сделать на своем. Открутил колесо. Ну что, поднимаешь, колесо падает и едешь без колеса. А на моем получилось и так без помощи. Да не парся, все нормально. Да я просто об этом. Я говорю Хуашу, давай повторим. Это же интересный трюк такой. Да просто он получился не в тот момент, когда надо. Там же зайти даже надо. Там колонки. Вот, да, сюда еще. А ну подойди. А ты неожиданно? Не закручу сейчас. Я сейчас на заднее подниму. Может все таки не стойчивым. Ладно, ладно. На своем числе. Да. Ну зато видишь, как получилось. За груди крепче. Вот это она ездит с отручным колесом? Да. Могла где-то так улететь. Могла где-то так улететь. Ты не говори. Ну все, так как делай так вот. Мы попали в такой коллектив, гостиный дом. Вообще нияк. Сослык. Кстати, маринованный. Попробуйте. Минералки. Вкусный. Попробую рыбу. Скумбрию. Тут прям хозяин и хозяйка. И все такие мастера. И вино коньяк со своими руками. И компотно. Не, я ж не пил. У нас и хлеб упечен. И такие уже. Без дрожжевые. Да, без дрожжевые. Очень хорошие, добрые люди. Да, Семен? Мама нормально. Семену велосипедческий сломал. Семен кушай давай. Еще раз повторите, пожалуйста. Кто вы здесь? И почему вы собрались? Ну так почему вы здесь собрались? Ванечку приехали подержать. Подружку мы. И забрать. И забрать, да. Мы вообще в Черниговской области. Ого. Да. Наши самые-самые хорошие друзья, какие у нас есть. Род 20. Да. Ванечка, это вот тут. Маленькие дети были. Ваня, это как детка. Помаши ручкой Ваню, чтобы мы знали, где Ваня. Где Ваня? Где Ваня? А рядом с Семеном. А рядом с Семеном. Кстати, он помогал. Маленькие дети были мечты. Маленькие дети. Маленькие дети. Так же надо открывать дом. Но они... Семенский райдер. Семенский райдер. Ваня, а как товарищ канал твой будет называться? Семенский райдер. Это правда или шутка? Шутка. Это ты придумал? Или Вова? Тренер. Я аж подавился. Причем тут Вова. С Ваниной речи. Давно уже пора. А то время идет же. Ты растешь. Потом тебя молодые не будут смотреть. Надо захватывать возраст уже. Сейчас самый такой ходовой. На сборах ездим. Вечером где-то там лежим в номере, знаешь. И как начнет что-то рассказывать. А мы вот то. А у нас в селе мафия. Цыгане орешат ручки. И они там бьются, дерутся и так далее. Я говорю, Ваня, тебе надо на ютубе это рассказывать. Страшные истории. Вечерние. И потом эта рука будет осторожней. Вечерние. Так что вот это вот может быть будущее. А сейчас можно еще бизнес. На чем Ваня сейчас бизнес? Тем более тема есть. На черешнях. Мотокросс. Блин. Есть на с чего начать. Черешня растет. Идешь, собираешь. Только чтобы цыгане не бачили. А слушай, цыгане много у вас? Ваня. Орехи. Да ты что бизнес? Въех娥. Отъехала не. Понял. А что она не выпадает? Стой! Профессивание! О, серьезно! Ты куда туда едешь? Велик встал на нормальную позицию, чтобы ремонтировать Да замечательно А почему ты так перелетел красиво? А тормозить же не знает как ногу Ты же говорю спрыгивать будешь? Я же развернула это от смеха Субтитры сделал DimaTorzok